Как выполняется поручение главы области? В начале этой недели Ерлан Кошанов поручил всем компаниям, занимающимся вывозом мусора, в двухдневный срок привести все контейнерные площадки в порядок. Как справились коммунальщики, узнавала Ирина Вобещевич. На совещании в минувший понедельник Ерлан Кошанов дал поручение градоначальнику в течение двух дней привести в порядок все контейнерные площадки. Напомним, на прошлой неделе из-за того, что на протяжении нескольких дней в городе не опустошались мусорные баки, во дворах образовались свалки. Будет и все контейнерные площадки приведут в порядок, соответственно, потом идут в планы движения. Два дня пройдем, два дня. Есть. Два дня было в местной полиции, все участковые должны проверить. Коммунальщики принялись за работу. Вывести то, что накапливалось неделю, оказалось трудной, но выполнимой задачей. Уже в понедельник, вторник, стали поступать сообщения от горожан, что некоторые площадки расчистили так, что вывезли весь и ранее залежалый бусор. И лишь с Пришахтинска люди слали видео своих так и нетронутых площадок. Это видео снято вчера вечером, в то время, когда площадки, согласно поручению, должны быть чистыми. Мы выехали сегодня в Пришахтинск по тем адресам на улице Зелинского, откуда прислали видео. И вот, какую картину застали. Стоит КамАЗ и рабочий руками пытается сгребсти мусор. Завидев камеру, мужчина не сказал, какую организацию представляет. И бросился на утек, оставив машину и работу. Мы нашли тут и относительно чистые площадки. Завалов с пакетами, как на видео, что присылали люди, уже не было. Но баки все еще полные. Давно ли очистили эту мусорку? Вон ту мусорку, вон там была мусорка полная. Вон там еще сегодня полная. Вон там. Там полная? Там полная еще до сих пор. Мы только с собакой гуляли. Вы сейчас проедете туда, посмотрите, что там творится. Там куча целая. Вот я полчаса назад оттуда. Там вообще ужас. Просто ужас. Название обслуживающей компании люди не смогли вспомнить. Говорят лишь о том, что они работают недавно в Пришахтинске. А в другие дни как у вас убирают? Ну, они тоже. Они поначалу начали хорошо как убирать. Руди как тендер там говорят выиграли. Что поначалу показали, а потом все так, как было, так и осталось. Вот у нас раньше была другая. Ресайклинг? Да, ресайклинг. Они хорошо убирали. Каждый день утром приходишь, ящички пустые. К вечеру наполняются, утром их убирают. А сейчас ужасно. А сейчас кто у вас обслуживает? Тоже ресайклинг, как-то другой. Во время съемок по Пришахтинским контейнерным площадкам нас нашли руководители этой мусоровозящей компании и дали разъяснение по уборке мусора. Компания обслуживает 22-й и 21-й микрорайон, улицы Зелинского, Металистов, район новостройки. Надо было немножко постараться не выводить технику. Мы вывели в морозы, и эта техника поломалась. В связи с этим она пошла в дальнейшем, еще сбой пошел. И оно накопление ежедневное, население выносит же мусор. В связи с этим произошли вот такие вот накопления. На сегодняшний момент, вот сегодня у нас 1 февраля, в основном контейнерные площадки все очищены, мусоровозы работают. Мы обещаем, что до 5 часов даже дневная норма будет очищена под метелку. Компания работает в Пришахтинске полгода. В штате 10 рабочих, 2 мусоровоза и есть самосвалы. Компания приносит извинения населению, всем юридическим лицам, которые принесли мы неудобства. Я думаю, что сегодня, если мы придем уже в норму, в дальнейшем все нормализуется и будем работать в обычном режиме.